Я постараюсь не затягивать, так как и солнце садится, да и вас задерживать не хочется, но всем привет, с вами Вика. И как я и обещала, вот оно, финальное видео 2017 года. Это будут итоги, но при этом это будет своеобразная летопись, что ли, я не знаю. Я вам расскажу о том, что происходило со мной в этом году, чем меня порадовал этот год, чем огорчил, как все происходило, и это будет такое разговорное видео, поэтому запасайтесь, как и я, чаем, печеньками и погнали. Начало этого года у меня было достаточно плодотворным, я снимала много роликов, я познакомилась с некоторыми небольшими компаниями, я с ними начала сотрудничать, и это было очень даже прикольно. После этого я занялась своей официальной группой, точнее, я ее создала вместе с одной девочкой. Долгое время она мне помогала, и это было очень классно. Не очень понравилось, как я сделала обложки в ту группу, они просто офигенные. Я мечтаю сделать себе классный баннер, но не судьба, не судьба. Но потом случился ряд причин, после которых мне пришлось забросить группу, так как одна я ее вести не успевала, а девочка тоже не могла. И вообще группа не была той самой крайней необходимостью, поэтому сейчас группа это есть. Но она в таком запущенном состоянии, и никто не занимается, поэтому как-то так. После этого у меня случился тяжелый для меня танцевальный кризис. Я поняла, что мое любимое дело не приносит мне абсолютно никакой радости, а приносит лишь негативные эмоции, это было ужасно. И я ушла со своего танцевального коллектива, от людей, с которыми мне было хорошо, чтобы подумать. Я записалась в спортзал, чтобы не потерять форму, все-таки обидно так потерять все. И этот месяц был для меня очень тяжелым, и, конечно же, это отражалось на видео, потому что очень сложно нести позитив и радость людям, улыбаться на камеру, когда ты полночи проплакала. Это было очень тяжело, но часами размышлений я пришла к поводу, что я не могу без этих людей. Нужно заниматься тем, что ты любишь. Нужно быть с теми людьми, с которыми тебе тепло, а мне тепло с этими людьми. Я очень люблю этих ребят, сколько лет я вместе с ними, и меня очень часто постигала мысль, что, может быть, я себе это все выдумала, может быть, это просто привычка, от которой нужно избавиться, но нет, это родные мне люди, это близкие мне люди, с которыми я хочу быть. И волей размышлений я, конечно же, вернула в свой коллектив, и это было прекрасно, это было лучшее, что случилось со мной за то время. Потом был мой день рождения. Я отметила его с очень близкими мне людьми, это было шикарно, и, честно говоря, я отмечала этот праздник на протяжении 19 дней, это было очень затяжно, но все же весело. Также этот год был наполнен путешествиями, и началась у нас поездка во Львов. Боже мой, шикарное место, шикарные люди. Это было так уютно, атмосферно и классно, и как раз это то, что мне нужно было, это была такого рода себе разрядка. Но начался необратимый процесс, потому что если перед поездкой во Львов я знала, что я хочу снимать, у меня было все четко распланировано, то после Львова я приехала абсолютно пустая. Я не знала, что мне снимать, как мне снимать, и что вообще будет, но я продолжала что-то там снимать, выпускать. Потом в школе мы готовились к большому капустнику, это занимало много времени, я даже влог выпускала, это было прикольно, это было очень классно. Но потом настало лето, и я устроилась на работу, я решила заняться спортом, так сказать, пробежки по утрам, правильное питание. И, к сожалению, это не принесло никакого результата, но я себя до такой степени загрузила, и вообще не хватало времени на видеоблогинг, а учитывая то, что я не знала, что мне снимать, оно все как-то так шло-шло-шло, а потом были опять путешествия. С семьей я побывала в Италии и совсем немного в Голландии, это было чудесно, Европа, это прекрасно, я обожаю там бывать. После этого я поехала со своим же танцевальным коллективом в Болгарию. Боже мой, эти шикарные пару недель были просто идеальными. Это было такое крутое проведенное время, особенно по сиделке на десятом, если кто-то из своих смотрит, поймут. Это было шикарное время, это было много положительных эмоций, ярких красок, и это было шикарное завершение лета перед тяжелым одиннадцатым классом. Боже мой, боже мой, это ужасно. Нас, кажется, приживали, скажем так, нам не дают много времени на болтовню, но продолжим на том, на чем я остановилась. И да, осень это бежимое тяжелое время, так как реально не остается времени ни на что. 24 часа в сутках — это слишком мало для одиннадцатиклассника. И когда ты в пятницу смотришь на свои вот такие вот мешки под глазами, просто на все лицо, у меня особое желание что-то снимать и делиться этим с окружающим миром. И вернемся к тому, что я начинала говорить уже ранее. Это то, что у меня впервые в моей жизни был такой тяжелый, затяжной творческий кризис, который назревал еще в мае, и тут он просто взорвался, и я поняла, что я не хочу снимать то, что я снимала ранее. Мне абсолютно не нравится предыдущий формат, но при этом я не знаю, что мне делать и что мне снимать в будущем. И я пришла просто... Я ни к чему не пришла. И для этого я сняла то самое видео, в котором я вам рассказала, что мне нужно время. И чередой размышлений я поняла одну простую истину, один простой факт. Как бы это банально ни звучало, но нужно снимать то, что ты хочешь, то, как ты это чувствуешь, потому что это мой канал, и я здесь капитан. И кто-то может спросить, Вика, тогда что происходит в твоем канале в последний месяц? Почему старые форматы? Как я вам и рассказывала, будет меняться что-то частично. Если я чувствую, что я хочу сейчас снять что-то в старом формате, если я хочу снять Диайвай, я его сниму. Просто я его не хочу сейчас снимать. Если я хочу снять и поделиться с вами идеями подарков на Новый год, я делюсь этим с вами, потому что я так чувствую. И знаете, я говорила уже о том, что я буду искоренять какие-то предыдущие виды роликов, но Новый год и Рождество это не касается. Это одна из самых любимых пор времени для меня, поэтому, ну, как-то так. В общем, этот год был очень интересным, полным красок, ярких моментов, воспоминаний, путешествий, новых знакомств, друзей. И это было очень классно. И настало время новогоднего поздравления, прям как президент. Я хочу вам пожелать в наступающем году, кроме банальности, здоровья, счастья, любви, успеха, я хочу вам пожелать опоры, поддержки. И не обязательно должен быть кто-то из семьи, это может быть близкие, друзья. Но самое главное, чтобы эта опора была. Я хочу вам пожелать уверенности, я хочу вам пожелать отбросить все комплексы, которые у вас есть, потому что это такая мелочь, но при этом это то, что мешает нам жить. Я хочу вам пожелать, чтобы в вашей жизни было гораздо меньше недосказанностей, чем они были в этом году. Я хочу вам пожелать делать то, что вы любите, и то, как вы любите. Потому что мы писатели своей жизни, и нужно следовать только нашему перу, а не чужому. Я хочу вам пожелать очень много позитива и стойкости, потому что, к счастью, это, к сожалению, но это объективный факт. Печали, разные горести, они будут с нами происходить, они будут происходить со мной, с тобой, со всеми нами. Но этого не стоит бояться. Это нужно воспринимать как опыт, как еще один пинок судьбы под зад, что нужно убирать себя в руки и исполнять все испытания. И тогда к нам будет награда какая-нибудь. Я надеюсь, вы меня поняли. В общем, с наступающим Новым Годом! Встретьте его с теми, с кем вам тепло. А мы с вами увидимся совсем скоро, правда, в Новом Году, но в следующем видео. Сияйте! Пока! Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok